всем приветик у меня очень много накопилось пересадок сегодня мы вместе с вами по пересаживаем черенки растюшки которые мы будем пересаживать укореняла я давным-давно 0206 черенки из хинантуса твистера кудрявенького сейчас вытащу и покажу вот 2 получается июня я поставила их укоренять в перлит несколько черенков покупала три огромных черенка срезом и потом разделила их на такие вот малюсенькие черенки у меня получилось 6 6 штук но совсем крохотных я решила их всех укоренить и посадить в один небольшой горшочек чтобы получился пушистый кустик они все благополучно укоренились сейчас раскопаем посмотрим корешочки 3 4 корешки буду показывать по ходу дела когда буду раскапывать 5 5 еще один шестой а также укореняла хойки два сорта мне приходили на срез я покупала примерно так 27 05 я поставила это еще в мае на укоренение я где-то в мае покупала эти хойки начале наверно мая или в середине где-то 27 05 я поставила укоренять хойку куртиси она уже укоренилась сейчас тоже посмотрим очень долго стояли так как я еще в августе ездила на отдых поэтому я отложил пересадку практически на сентябрь и хойя макрофила под оффголд тоже приходила мне срезом я ее поставила 1 июня на укоренение сейчас будем смотреть корешочки этих растюх так давайте начнем с хой и первый пересадим две хойки потом уже будем эскинантус сажать сейчас я куда-нибудь это все отдельно другую газетку вывалю чтобы перлит потом взять повторный укоренять другие растушки в нем выкидывать я его не буду ой корни маленькие я надеялась что корни будут больше это считаете с июня получается июнь июль август три месяца вот такие маленькие корни ничего себе но я все равно посажу ее в грунт вот такие крышки всего лишь навсего она мне нарастила за три месяца и сразу раскопаем куртиси куртиси нарастила еще вот эту вот новую ветку ее не было и вот эти вот длинные веточки она мне тоже нарастила уже в перлите тоже корешки не очень большие маленькие вообще мало очень буду сажать маленькие горшки что-то плохо нарастили корни хотя этот прирост новый от материнского растения так давайте посадим нет пожалуй я вытащу сразу же черенки из хинометусов 1 черенок не укоренился это 2 уже 2 укоренился корни нормальные 1 черенок вообще без корней я в шоке я в шоке 3 месяца укоренялись 3 или 2 с лишним этот черенок без корней дальше здесь есть корни я вижу уже через стаканчик вот они хорошие корни дальше нету корней опять же в шоке конечно поставлю заново ничего себе 3 черенок опять без корней обалдеть здесь есть корни я вижу хорошие причем большие вот как понять скажите стояли все в одних условиях в тепличке под лампой в стаканчиках маленьких перлите все 6 черенков в одинаковых условиях и из этих 6 укоренились только 3 ну вот как так вот понять а почему они так себя ведут нехорошо буду сажать 3 тогда черенка а эти 3 буду укоренять по новой они живы здоровы срезы я им просто-напросто немножко обновлю и поставлю укоренять заново может быть уже тогда в воду и в тепличку посмотрим так давайте приступим вот здесь у меня намешан грунт универсалка плюс верховой торф плюс мох с вагном немножко кокосовое волокно и и не уголь а зола и вермикулит немножко сюда я буду сажать в этот грунт хойки только немножко добавлю коры и эсхенантусу тоже такой же грунт подходит тоже немножко коры добавлю с одного края добавлю немного коры и потом перемешаю вообще в принципе можно здесь немного грунта в этом тазу можно полностью перемешать в середину прям кору насыпать и у меня есть еще растюхи ороидные которым подходит такой же грунт поэтому можно кору не только сбоку а в середину уже и полностью перемешать намешала коры и добавила еще немного целолита совсем чуть-чуть буквально небольшую горстку вот такой маленький горшочек беру для эсхенантуса три черенка там будут достаточно будет 250 грамм для этих малюсеньких череночков демократно для этих малюсеньких черенок пленок для этих малюсеньких черенок мы берем в переговоре и чтобы И один в серединку. Вот так получилось. Пусть растут с Богом. Все, первые готовы. Дальше будет хойка макрофила. Думаю посадить ее в 250-граммовый горшок, либо в 400-граммовый. Корни маленькие, наверное, в 250-граммовый посажу. Пусть немножко посидит тут до весны. Зима впереди все-таки. Потом уже корни нарастить, я ее пересажу в 400-граммовый. Как бы не залить, лучше дать поменьше размером горшочек. Этот сорт мне очень нравится, поэтому я хочу, чтобы она у меня жила. Вот так получилось. Вот такая красотуля получилась. Дальше будем сажать хойкуртиси, тоже в такой же маленький 250-граммовый горшочек. Дальше будем сажать хойкуртиси, тоже в такой же маленький 250-граммовый горшочек. Распределить вот так вот. Так, что я не совсем понимаю, как она вот так. Интересно расположена точка роста. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. так вот получилось грунт у меня немного сыроват и не мокрый но такой чуть-чуть слегка влажно поэтому я поливать не буду пару дней сейчас тем более дома прохладно дальше мне нужно пересадить хойку не могу вспомнить как она называется на языке крутится она у меня сидела в пол-литровом горшочки такое ощущение как будто я ее подзаливала теперь я пересажу в 400 граммовый горшок на 100 миллиграмм я меньше дам объем на зиму чтобы не залить ее корни хорошие походу нарастила потому что она уже живет буду полтора наверное растет очень плохо корни такие нормальные вот корни хорошие сейчас постараюсь их уместить сюда самый раз это горшок 400 миллиграмм пусть будет такой большой не нужно хойки могут расти в маленьких горшочков их страшно всегда залить вот такая красота привозила я из сочи вот такой черенок гибискуса он у меня благополучно укоренился воде сейчас я его посажу в пол-литровый горшочек сделаю ему тепличку поставлю под лампу грунт я взяла немного другой без мха сфагнума и без кокосовых чипсов без кокосового волокна просто универсалка с верховым торфом залой с эрмикулитом немножко циолит сфагнум здесь не нужен этому растению кокос можно было конечно немного но без кокоса нормально сюда можно песочек было у меня есть песок но что-то я его сейчас сюда не принесла вместо песка будет служить вермикулит с циолитом вот такая красота получилось и черенки вот такой пальмы я тоже привозила из сочи хочу их сейчас посадить два черенка вот так вот рядышком посажу сейчас очень колючие макушки верхушки не знаю как я буду справляться с этим растением вначале нужно укоренить боюсь наколоться как иглы верхушки наточены прям сидится она рядом осечка кошечка моя хочет покусать но она просто не представляет насколько она колючая это растение сажала в грунт тоже универсал универсал never плюс верховой торф плюс вермикулит плюс немного циолита и зола все на дне дренаж вот так вот получилось пускай укореняются поставлю под лампу потому что сейчас все-таки осень уже на носу ну на этом буду прощаться тоже на 20 минут нас немало желаю всем всего хорошего и до свидания